В Доволенском районе 1 сентября торжественные речи произносили не только педагоги, но и спасатели. Накануне чествовали девятиклассника, который в тушении пожара и спасении людей сыграл не последнюю роль. Рассказывает Наталья Цопина. Как все с букетом, девятиклассник Вадим Афанасьев шел в школу 1 сентября. Волнуясь, но совсем чуть-чуть. Зато когда на линейке перед всеми учениками и педагогами его торжественно награждали спасатели, вот тут сердце забилось. Вадим уже и забыл о весеннем происшествии. Шел домой, когда увидел огонь во дворе у соседа. Я побежал даться. Добежал, сказал, ну все, мы побежали тушить. Зачипнул два ведра, которые у нас были в колоде. И побежал тушить. Уже прихожу, уже вся эта поляна, вот вся эта поляна уже горит. Пожилой сосед на огороде сгребал траву и поджигал. Сухие листья и ветер сделали свое дело. Огонь быстро распространился на забор и подбирался к сараю и соседним домам. Мальчик побежал за подмогой. Пожарных вызвала соседка. Машины приехали в течение трех минут. К тому моменту огонь распространился уже на четыре огорода. В тушении школьник сыграл не последнюю роль. Конечно, к огню их не подпускали, а для перетаскивания рукавов большая помощь была, потому что нас сразу было мало. Не весь пост приехал, а первые, кто должны были приехать. Так помогали очень хорошо. Мама Вадима увидела дым, возвращаясь с работы. Испугалась. Огонь мог вот-вот перекинуться на их дом. У меня еще два внука дома сидело. Он бегал за ними, смотрел, помогал тушить. Еще и меня успокоил. Мам, ты не ходи, мы там справимся. Конечно, гордимся. Сам Вадим Афанасьев героем себя не считает. Уверен, на его месте любой поступил бы так же. В селе все живут рядом, и беда в одном доме может обернуться трагедией для всех. Наталья Цопина, Геннадий Стюжанин. Новости ОТС. Новости ОТС.